Книга «Для Слова Божия нет уз» 2 Тимофея 2.9. Священник Николай Валашов и ермонах Нафанаил Судников. Заголовок. Власть авторитета. Страница 584. Вот уже восьмой год известный христианский проповедник Игнатий Лапкин проводит занятия по изучению Библии по толкованию святых отцов в православной церкви. Слушатели проходят весь Новый Завет, одну из книг Ветхого Завета «Песнь песней», осваивают умение полевизировать с сектантами и беседовать с различными людьми, в зависимости от их точки зрения. Эта программа рассчитана на 4 года. Всего 500 академических часов. В Техническом университете занятия проводятся шестой год подряд. А вообще времена были разные. По свидетельству Игнатия Лапкина, порой владельцы помещений за дверь выставляли, так что занятия приходилось проводить на улице. Но времена меняются. Мы всегда молимся за всех начальствующих, чтобы их сердца были расположены к столь благому делу, просвещению людей, отмечает Игнатий Лапкин. Неизвестно, молитвы помогли или что-то другое, но прокурор Алтайского края Юрий Пороскун в свое время обратился к руководству АГТУ с просьбой продлить Лапкину аренду помещения. Поскольку проповедник, цитата, вносит большой вклад в нравственное оздоровление населения Алтая. В итоге руководители технического университета пошли навстречу верующим. Недавно занятия Крестово-Звиженской общины посетил ректор АГТУ Владимир Евстигнеев. В ходе своего небольшого выступления он пообещал представить для занятий аудиторию большей площади, помочь с техническими средствами, чтобы занятия стали более наглядными. Очень теплые слова нашел ректор для Игнатия Лапкина. Цитата. «Я преклоняюсь пред таким человеком. Он для меня авторитет. Я твердо вам обещаю помогать в вашей благородной деятельности». Все-таки неплохо, когда есть взаимопонимание между людьми столь разными по убеждениям. Ибо без этого общественную нравственность поднять будет трудно. Дмитрий Николаев. Вечерний Барнаул номер 58. От 15 апреля 1998 года. Фото Александра Волобуева. Страница 595. Заголовок. Начало покаяния. Христианский проповедник Игнатий Лапкин известен в крае за его пределами своей непримиримостью, жесткостью в вопросах веры. Жесткостью, простите. По большому счету, много лет он объясняет людям одно и то же. Спасение только в вере. Вера в Бога спасла Игнатия Тихоновича в советской тюрьме, куда он за нее и попал. Вера в Бога ведет его по жизни и не дает успокоиться, не дает пойти на компромисс. Вера в Бога – единственное его достояние, его ответ на бесконечные «почему» нашего времени. Почему у нас происходят в стране такие события? Почему таковы результаты выборов? Почему война в Чечне? Почему мы бьемся, у нас ничего не получается? Почему нас Бог истребляет? Говорят, что 8 миллионов мужчин погибло за перестройку. Я отвечу на все вопросы, но опираться в своих ответах я буду только на Слово Божие. Я стал думать и спрашивать, «Господи, почему так происходит?» И внезапно Господь послал озарение. Я прямо от Бога получил этот ответ. Вторая книга царств, 21 глава. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, «Но почему?» И Господь ответил, «За кровожадный дом Саула». Саул был тесть Давида, царствовал до Давида. Саул для нас – это Сталин, Ленин. Дом его – это последователи Сталина, Ленина. Они пролили кровь русскую, а они опять у власти. У нас в краевой администрации 80% коммунисты. А что нужно было сделать? Господь сказал Давиду, спросить гаванитян тех людей, которые были гонимы за веру. И гаванитяне сказали Давиду, «Выдай нам из дома Саула семь человек. Мы их повесим пред Богом». Этих людей выдали, их повесили, и сразу гнев Божий утих, потому что сделали все так, как сказал Господь. «Почему в Германии был Нюнинберг? Мне скажут, что я кровью прошу». «Нет! Крови не прошу! В Новом Завете живем. Я сам против смертной казни, но наказание должно быть». «Какое?» В первую очередь, имена всех палачей надо было опубликовать, убрать со всей должностей. У нас нацию погубили 66 миллионов только внутри страны. 110 миллионов коммунисты по всему миру погубили. И мы дальше не можем пойти. Совесть наша изнасилованная, покорежена. Нам не дает идти, мы всего боимся. Были в кавычках бархатные революции в Чехославии, Германии. Всех коммунистов отправили на покой, дали им пенсии, но у дела не оставили никого. И страны преодолели кризис за два года. Почему в Германии нацизм, фашизм считаются преступными идеологиями? А у нас Зюганов идет и венки кладет на могилу Сталина. У заключенных есть такое слово – опущенные, изнасилованные. У нас опущенное поколение. Мы несем на себе вину отцов своих за их малодушие. Один раз скажи, что ты думаешь. Книга пророка Исаия, глава 8, стих 20. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хулить царя своего и бога своего. Это наше положение сегодня. Из Египта Моисея вывел 600 тысяч человек. А в обитованную землю вошли только двое. Высчитай процент. И в чем спасение? Все в церковь. В развитых капиталистических странах религия. Некий ритуал, который надо соблюдать, чтобы тебя считали приличным человеком. Мы тоже придем к этому. Мы давно уже пришли к этому. Сегодня в церках совершается именно это. Наше православие ничего общего не имеет с тем, что написано в Библии. Сейчас в районных газетах перепечатывают материал «Не будем фарисеями» о том, что если в пост ты пришел в гости и тебе кусок мяса отрезали, не будь фарисеем, съешь. Так это и есть фарисейство. Если ты верующий, как ты уступил свое первородство. Вот такие советы верующим на новогодние праздники. Народу это нравится. Не тот так не дискредитировал церковь, как она сама. Театр начинается с вешалки. В церковь заходишь, киоски стоят. Судя по входу, ты пришел в магазин. Христос не нужен сегодня, они без него царствуют. Приди сегодня, Христос, зайди в церковь, и он спросит. А какой это веры люди? От православия остался только внешний антураж. Внутри ничего нет. Вот газета «Алтайская миссия», номер 10, июнь 1999 год. Преподаватель ВГТУ опять пять лет проводила опрос среди студентов по 12 позициям. Она подвела итоги и ужаснулась. Из трех тысяч опрошенных 97% крещеные, но в церковь входят только 0,3%. На три сотни человек только один. Патриарх Алексий сказал, 98% священников вообще меня не слышат. Я епископу эту газету подарил и сказал, вы бракоделы, вы губители России. Чему можете научить людей, когда на 100% брак? На 300 крещеных, моченых, лишь один ходит в церковь, да и он ничего не знает. Какое перерождение? К чему возвращаться? Священник, проповедник должен заниматься политикой, вмешиваться в мирские дела? Должен. Мне нравится определение политики, данное Ульяновым. Политика – это умение управлять государством. От бесконечно большого переходим к бесконечно малому. От государства к семье, к личности. Священник всегда управлял государством, потому что он говорил с человеком. Поэтому священники несут полную ответственность за то, что бабушки и дедушки проголосовали за коммунистов. За тех людей, которых предал Анафиме еще патриарх Тихон в 1918 году. Только вообрази, что это за люди? Это надо совсем не думать об этой жизни сказать. Я хочу один раз нажраться до сыта и сдохнуть. А дети мои пусть в Молуху пойдут, меня это не касается. Господь говорит. Главная вина лежит на священстве. Господь говорит. Не малодушествуй, чтобы я не умертвил тебя. Твоя личность, твое Я будет стоять на суде перед Богом. И никто не встанет между вами, никто тебя не заслонит. Может это все от того, что у священников нет гражданской позиции? Я таких слов не знаю. Написано. Христос есть путь. А слов гражданская позиция в Библии нет. Гражданской позиции нет. Апостолы, когда были на земле, сам Христос не говорят об освобождении от римского гнета. Они будто этого не видели. Хотя Иудея была в это время под властью римлян. Если Бог допустил эту власть, я ей подчиняюсь. Мне главное продраться через все это и сохранить ту личность, которую Бог вложил в меня неповрежденной. Бог сделался человеком, чтобы сделать человека Богом. Есть такое выражение. А Шойгу говорит, хоть с дьяволом договор заключим, лишь бы победить Чечне. Вот они и заключат с дьяволом договор. А христианин должен сказать, пусть все сгорит, но с дьяволом договора не заключу. Для меня страна должна быть только христианская и ни один враг не родится. Никто не придет и не нападет, если будет Бог. Захватили врагу землю, 75 лет правили, и наконец народ не выдержал. Возопили и заплакали. И Бог внезапно дает... Горбачева. Да. По данному им величию, которым они сумели правильно воспользоваться. Есть только два человека. Горбачев и Солженицын. Но кто должен был сделать то, о чем вы говорите? Осудить коммунистическую партию? Ельцин? Но он сам бывший коммунист. И ему, видно, нелегко было репрессировать своих бывших однопартийцев. Кто? А скажи, я должен решать. С себя начни. Когда Давид вышел против Голиафа, он был мальчишка против великана и взял с собой пять камней и залимонил его прямо в лоб. По-другому никогда не было. Только на себя надо рассчитывать и только себя спрашивать, ни на кого не смотреть. Солженицын писал, что если бы воронки встречали выстрелами, захлебнулась бы адская машина. Но каждый думал, пронесет мимо. А завтра приедут за тобой. Мы должны пронести покаяние. Иконы чудотворные плачут. Одних мироточивых икон по России более трех тысяч. А почему? Потому что у нас глаза сухие. По великим милостям Бог еще нас терпит и не уничтожает. Вы верите, что народ когда-нибудь повернется к Богу? Я допускаю, что так может быть. У оптинских старцев есть пророчества об этом. Но никаких признаков этого нет. Нигде. Никаких. Значит, церковь нам не поможет. Сами не хотим. Из 600 тысяч два человека спасутся. Да. Но мы-то не вписываемся в процент. Иоанн Златоуст проповедовал против пьянства. Его никто не слушал. Но он сказал. Перед Богом я верный оказался. Я свидетельствую. Моя награда выше. Моя задача быть верным. Человек говорит. Увы мне, слушаю, а не делаю. Но это, увы, уже есть начало покаяния. Беседу вел Сергей Кочевников. Авторское отступление. Латкин многие годы говорит одно и то же. Он просто вынужден это делать как учитель. Ученик которого вот уже 10 лет не может уяснить, что дважды два четыре. Где уж тут переходить к высшей математике. Идея возмездия за все содеянное коммунистами на русской земле оказалась вообще не должна вызывать споров. Если мы не наказываем носителей и последователей этой палаческой идеологии, то чего же тогда к пожизненному заключению осаждают убийц, насильников и расстрителей? Их поступки не страшнее дел того расстрельщика из НКВД, именем которого в Барнауле названа улица. Расстрельщика наказал только Бог. К концу жизни чекист спился и стал эпилептиком. Под разговоры о том, что коммунисты все сплошь старики, которых надо оставить в покое, вырастает новое поколение желающих вершить судьбы человеческие. Снова готово железной рукой загнать человечество к счастью. После августа 1991 года, когда существовала возможность введения запрета на профессию для носителей антигуманитарной идеологии, сами коммунисты много кричали о правах человека, которые, как они вдруг вспомнили, надо уважать. Уважили. Но рассеявшиеся везде большевики стали выгонять неугодных из районных газет, лишать их работы и самой возможности заниматься любимым делом, как это было, например, создателем школы гуманитарного образования, который в результате деятельности, например, товарища Петренко остался на улице. Коммунисты, не глядя ни на кого, де-факто ввели запрет на профессию для своих оппонентов. Зато все большевизированные тетеньки и дяденьки по-прежнему заполняют школы, насилуя детские души светлым образом явича и рассказами о том времени, когда всем было хорошо. Может, Господь и накажет их, но люди что-то слишком много перекладывают на Бога. Лапкин требует выполнения заповеди Господа с библейским максимализмом. Но христианская цивилизация уже дожила до своей зрелости. Возраст, которому гораздо более присущ поиск компромисса. С Лапкиным проще соглашаться, чем понять. Вот никто и не пытается понять смысл Лапкинской проповеди. А смысл прост. Все должно быть по-честному, за правду. Мы за советские времена привыкли, что для хорошей жизни достаточно просто делать вид. Проголосовал со всеми Плюсик от Порторга, а сегодня сходил в церковь Плюсик. От кого? Атеистическое время кончилось. Люди всегда подозревавшие, что что-то все-таки есть, согласны с наличием Бога над всеми нами. Но на этом хотели бы все и закончить. Церковь в условиях рынка идет навстречу потребителю. Венчание и крещение, например, стали лишь дополнительным аттракционом в программе праздничного дня. Нынешняя православная церковь, по мнению Игнатия Лапкина, во-первых, шоу-бизнес для стариков, как, например, шура-шоу-бизнес для молодых. Ну, не платят старики деньги за шуру, значит, надо ловить их на другие песни. Во-вторых, нынешняя церковь, индугенция для беспокойных, обряд, который многие исполняют на всякий случай, лишним не будет. Ведь не обременительно истинная вера во всей полноте, которая требует Лапкин, не популярна именно потому, что обременительно. Она не популярна среди священнослужителей, которые отлично понимают, что в результате выполнения всех библейских канонов, при крещении, отпевании, при остальных церковных службах хлопот станет больше, а доходов меньше. Она не популярна среди простых людей, потому что люди с улицы вообще-то рассчитывали купить прощение и душевное спокойствие просто за энную сумму денег. А тут надо духовно перерождаться. Надо. Если есть Бог, значит есть дьявол, есть рай и ад, награда и наказание. Большинству людей по непонятным причинам хочется в рай. Но из 600 тысяч вышедших из Египта в землю обитованную вступили лишь двое. Те, кто верил в Него, надо просто сделать свой выбор. Или ты хочешь спастись, и тогда живешь по Библии. Или жить по Библии хлопотно, но тогда нечего халить в церковь со свечкой и лицемерить перед самым лицом Бога. Ведь лицемеры будут наказаны тяжелее, чем неверующие. Ибо первые лгут, а вторые заблуждаются. Автор. Свободный курс. 10 февраля. 2000 год. Страница 5. Заголовок. Извинения за ошибку. Страница 600. В Алтайской неделе в номере 29 от 15-21 июля 1999 года прошла информация о том, что Преосвященнейший Антоний, епископ Барнаульский Алтайский, в одном из своих выступлений заявил, что крестовоздвиженская община, русская православная церковь за границей, представляет одну из зарубежных христианских конфессий к православию, никакого отношения не имеющих. Пресс-центр Барнаульской епархии доводит до сведения читателей А.Н., что сказанная владыка эта публикация грубо исказила, так же, как и высказывания о старой крестовоздвиженского храма РПЦ за границей Игнатия Лапкини. Редакция приносит извинения за ошибку, допущенную при публикации. Алтайская неделя, номер 8, страница 3, 17-23 февраля 2000 года. Проповедник Игла, стихотворение, Притчи 30-28, Экклесиаз 12-11, 2-е Коринфянам 6-9, 1-е Коринфянам 9-22. Проповедник яростный и жгучий, Правду поднимающий на щит, Ереси любой развеет тучи, И каким бы ни был гун могучим из патриархии обличит. Зал, где его пламенные речи, Можно слышать, не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним на встрече, Непременно скажет, Златоуст. Лишь Господь ему один указник, Всем любовь внушающий страх, В Боге жизнь ему великий праздник, Остальное тление и прах. Проповедь его неотразима, Истинною дышит и живет, Нет ни слов летящей цели мимо, Все вразящий пущенный полет. Сам же, испытавший ад гулага, Он на мир отнюдь не обозлен, И, как видим, даже счел за благо, Претерпеть свои мытарства он. Пламенем пылает, а не тлеет, В этом человеке ум и честь, Что-то он от Никона имеет, И от Авакума много есть. В обличении нравов он неистов, И державных, не боясь чинуш, Раскрывает бредни атеистов, Мерзкие деяния коммунистов, И марксистко-ленинскую чушь. В обстановке светлого покоя Проповедь проходит всякий раз, И текут из уст его рекою, Притча, стих, молитва и рассказ. Мне трудно дать его портрет, Подобен он волшебной лампе, Что гонит тьму, являя свет. Игнатий Тихонович Лапкин С величайшим уважением и поклоном Рогов Владимир Егорович, 63 года. Телефон 248194, город Барнаул, Декабрь 1998 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова